всем привет вы на канале обитатели руин сегодня пошел первый снег очень атмосферная погода получилась мы приехали заброшенные к сожалению уже сильно разрушившийся пионерский лагерь но собственно сегодняшнее видео будет интервью моей дорогой мамы которую вы могли уже видеть в моем инстаграме свое время она была пионерка и она была октябренком и мне всегда было интересно узнать каково же это было расти в советском союзе сколько тебе было когда ты вступила в пионерскую организацию как она называлась так и называлась пионерская организация советского союза все в одно и то же время вступали в пионер вернее даже не не вступали а в пионеры принимали в пионеры это происходило классе в третьем ну а была какая-нибудь церемония обязательно было всех по-разному принимали но в каких-то памятных местах нас например привезли на повелецкий вокзал там где стоял поезд на котором мертвого дедушку ленина привезли в москву для прощания с как бы его однопартийцами и и городом и вообще со страной ну вот и он этот паровоз как музейный экспонат он существует и по настоящее время просто не знаю на повелецком ли он вокзале стоит там был траурный зал и в этом траурном зале на фоне этого паровоза нас принимали пионеры тому моменту когда уже в пионер принимали меня и моих одноклассников наверное это уже был не очень такой политизированный период времени да то есть мы уже наверное как бы понимали что это обыденность сначала ты становишься октябренком потом ты становишься пионером потом становишься комсомольцем ну а потом уже кто-то из комсомольцев становится членом партии вступает в нее кто-то нет вот но факт тот что это не давало какого-то ощущения избранности да то есть вот октябрятами были все а пионерами стали не все нет все тоже стали пионерами другое дело что надо было стремиться как бы быть хорошим октябренком чтобы стать пионером но но на самом деле в общем уже уже вот ну как бы идеологически уже страна как бы подвела даже своих молодых граждан к тому что гордиться-то сильно нечем для чего создавались лагеря какая была у них главная цель пионерские лагеря ты имеешь ввиду была идеология которая как бы предполагала внедрение в головы самого раннего возраста поэтому лагеря назывались пионерскими хотя в общем то в общем то это были лагеря для летнего зимнего каникулярного отдыха предприятия очень очень многие предприятия промышленные и имевшие свободные какие-то средства строили вот такие базы отдыха и в летний период на все три летних месяца сюда могли приезжать дети сотрудников этих предприятий что было очень удобно и для родителей и для собственно детей дети не болтались в городе в раскаленном не знаю куда себя деть а были в на природе причем лагеря строились таким учетом чтобы можно было где-то организовать наверное какие-то купания и спортивные соревнования и походы какие-то не 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 продолжительные походы но но походы вот и и всем и всем от этого было только только хорошо как взрослым так и дети это финансировалась за счет все-таки государство конечно конечно видим какие то誰 Encarno ничго частного не было в принципе то все было государственные предприятия были государственные соответственные средства этих предприятий они тоже были государственными ничего частного не был частный это был частный сектор то есть родители могли отдав свое чадо любимое ненаглядное бабушкам с дедушками отправить его куда-нибудь на юг бабушки и дедушки приезжали туда и на частном секторе находили себе комнату снимали ее там на какой-то период ну вот часто можно было только так чем дети в основном занимались в этих лагерях и вот какие у тебя с этим есть воспоминания может быть что-то больше всего нравилось или наоборот раздражал раздражала раздражал раздражал режим поскольку поскольку я была в общем-то домашним ребенком и надо мной насилие в плане там дневного сна или поедание манны каши никто никогда не осуществлял мне предлагалось хочешь спи хочешь есть манную кашу мы тебе и сварим но так чтобы это было как бы обязательно такого не было пионерлагере естественно все было организовано так чтобы ну не не было у детей возможности там быть предоставленным самим себе все было организовано и шло своим чередом утром зарядка линейка завтрак потом какие-то мероприятия общие лагерные потом обед ну и так далее вот и у меня был очень интересный случай связанные с дневным сном то есть всех папа папа постелькам и вожатый заглядывает нашу палату и видит что я не сплю я не ничем шумным не занималась в этот момент я просто лежал с открытыми глазами нельзя было даже книжку взять в руки и читать потому что предполагалось если разрешить одному то не будет спать никто вот а если все будут не спать то начнется шум гам и и будет уже непорядок вот ну и он поинтересовался что ты почему не спишь я не хочу спать ну вот не хочу спать и все я же лежу тих никому не мешаю он говорит ну тогда вставай вот я обрадовалась этому обстоятельству встала оделась вышла в коридор а он говорит ну вот теперь бери швабру и давай тут это самое убирай этот самый коридор после этого при при малейшем шорохе из-за двери я понимала что сейчас вообще будет какая-нибудь расправа если я буду лежать с открытыми глазами я и значит быстренько закрывал вот такой был интересный момент нет это было показательное наказание то есть вот но он же не мог меня там взрослую девчонку поставить в угол или еще там что-нибудь ну или тащить там к не директор я не помню как назывался самый главный конерлагерь а может быть и директор ну тащить дик директору но за что то есть провинность не 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 велика а вот как бы обустроить это так чтобы впредь никому не захотелось в тихий час не спать вот это было с его точки зрения таким вот решением вот а занимались ты спрашивала еще чем занимались а занимались были кружки были какие-то общелагерные игры типа зорницы вот была такая пионерская игра зорница она полу военизированная но в пионерлагере никакой конечно военизированной игры быть в принципе не могло но это ну как бы вот как в казаки разбойники играли девчонки и мальчишки вот все то же самое только организованная силами пожатых из нескольких там отрядов еще еще вот что интересно то есть лагерная жизнь она строилась по принципу отрядов в отряде дети формировались по возрастному принципу да то есть маленький это был первый отряд ну и так далее или даже наоборот наверное там с десятого отряда маленькие в десятом отряде а к первому отряду тут уже взрослые ребята ну и конечно конечно было опасение и у вожатых и у лагерного начальства что дети могут начать заниматься какими-то глупостями как-то там сходить в магазин купить но взрослые дети имеется ввиду что нибудь там себе такое запрещенное типа сигарет и уж тем более алкоголя вот поэтому поэтому день был наполнен деятельностью от самого начала до самого конца вечером бывали дискотеки танцы в общем такие вот всякие увеселительные и радостные мероприятия днем ну кружки вот кружки у нас например было много разных и а я ходила в кружок рисунок на стекле назывался и это уже было под руководством опытных педагогов и умельцев или было очень интересно то есть вот там два часа или там даже два с половиной часа какого-то дневного перед ужином времени я посвящала именно этому и все то что там было нарисовано все отдавали с собой поэтому я при привезла наверное огромный там этот самый багаж у пионеров была отличительная форма в них были свои лозунги всегда везде был дядюшка ленин красные звезды как вот подобный ритм жизни как подобные олика поду но да как она как это влияло на самих детей или они не понимали что их пытаются каким-то способом полюбить страну заставить заставить на любить а любовь к стране ну как она она наверное из семьи шла в первую очередь ну а главное они не у нее не было ни у кого никакой другой альтернативы кроме как любовь к родине потому что если не любовь к родине тут и там предатель и собственно все но и и наверное это же после окончания войны прошло не так много времени и поэтому еще ну как бы вот эта память народная до гордости за страну победившую в такой вообще тяжеленные войне она была присутствовала вообще в каждом доме и не только как-то говоришь на дедушку ленин дедушка ленин вот действительно символ его уже мало кто помнил уж в живую то точно его мало кто вообще наверное помнил и видел вот а что касается символики но у каждого времени свои символы ну и и и они и они есть ты их не замечаешь но они они присутствуют ну так же как вот двуглавый орел да вот сейчас мы к этому двуглавому орлу мы какие-то испытываем там я не знаю чувства нет есть он и есть на монетах на там какой-то государственной символики а так в быту как это нас касается никак политизированность этих организаций наверное тоже мы все понимали что только на каких-то официальных собраниях да вот это политизированность имеет место быть а в остальном в остальном нас как бы вот нашими же детскими какими-то делами играми там занимали никто 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 сильно в политику не 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 углублялся помнишь ли ты какие-то лозунги вашего лагеря ну лагеря то вряд ли а вот всего пионерского периода конечно их было много они были даже может быть не лозунгами а такими кричалками речевками еще там чем-то ну например наш девиз всегда готов больше дела меньше слов или например бороться и искать найти и не сдаваться или ни шагу назад ни шагу на месте только вперед и только все вместе это ритм это 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 совместное какое-то действие которое которое там может показаться в какой-то момент смешным а в каком-то очень таким достойным делом а еще про галстук кстати как повяжешь галстук береги его он ведь с красным знаменем цвета одного вот такая была кричалка как ты думаешь почему пионеры не существует сегодня а почему ты считаешь что они не существуют они существуют под руководством коммунистической партии зюгановской они существуют другое дело что но не в таком просто не кто 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 вступает в эту пионерию я не знаю может быть это это ну точно также как коммунистическая партия много ты знаешь вообще вот среди своих там друзей знакомых членов этой партии но она же существует чем они сейчас занимаются что что какая какая база на какой базе они да вот сейчас базируются в пионерские времена мои да то есть пионеров например могла быть такая задача помогать старшим оставшимся без попечения ну вот старушка да осталась она одна совсем одна на белом свете сходить ей магазин то есть то что сейчас делают волонтеры вот то могли делать пионеры сейчас это все ну под другими силами а что тоже тоже наверное хорошо и правильно и здорово но у волонтеров нет вот этой идеологической подпитки до что мы делаем потому что мы верные ленинцы и и и хорошо и дедушку ленина ведь собственно в свое время обожествили настолько что ну как бы все всем он представлялся небожителем или воплощением да вот явлением вторым явлением иисуса христа на земле по имени владимир ульянов какие были самые важные пионерские правила ну быть честным хорошо учиться ну как бы не обижать младших и тех кто слабее тебя ну вот как тут как то тебя значит этот период в жизни на сегодняшний день это мое детство ну достаточно ярко окрашенная причем позитивно окрашенная оттуда даже сохранились кое-какие друзья из моего пионерского детства хотелось ли еще раз окунуться в это да не конечно нет ну конечно нет то есть нельзя дважды в одну и ту же воду войти поэтому зачем все все изменилось и и как у взрослого человека и как человека пережившего смену эпох что стоит знать будущем поколения в эпохе пионеров что она была и что она несла в себе заряд как идеологический так и эмоциональный и это не было чем-то таким пустым для каждого человека но она много чего давала и в плане плане просто общее человеческо культурном потому что учили дружить учили общаться учили хорошим манером уж если на то пошло да учили различать что хорошо что плохо учили вести себя наконец и в приличном обществе и и и и в неприличном то есть как бы что нужно заступаться за там девчонок если допустим кто-то их обижает заступаться за слабых и младших помогать старшим не 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 относиться ни к чему с презрением то есть в общем какие-то даже психологические давали направления было бы чему поучиться но постольку поскольку сейчас у молодежи вообще ориентиров то вообще никаких нет наверное осталась только семья а семьи все разные есть какие-нибудь последние слова нашим зрителям пионер жил-жив будет жить ну что же на этом это видео будет подходить концу если вам оно понравилось то ставьте пальцы вверх пишите комментарии делитесь этим видео с друзьями подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео всем пока пока